Здравствуйте! На ваших экранах Марина Романюк в программе День города о том, как прошел вторник. Смотрите в выпуске. Время колокольчиков. Сегодня по всей стране проходят последние звонки. На чеку автопатрулирование рязанских дорог ведется круглосуточно. Особенности процесса в репортаже Валерия Седова. Из фондов посетители художественного музея могут познакомиться с первыми экспонатами коллекции. Сегодня у всех школьников страны последний звонок. Прозвучал он и для почти 4000 учащихся 11 классов рязанских школ. Торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях города. Старшеклассников поздравили руководители структурных подразделений правительства Рязанской области и городской мэрии. Павел Малков побывал на последнем звонке в гимназии номер 5. Она регулярно входит в список лучших школ страны. Ученики изучают два иностранных языка – английский и немецкий, на которых ведется преподавание ряда предметов. В этом году школу покидают 68 человек. Губернатор пожелал ребятам реализации поставленных целей, успешной сдачи экзаменов и поступления в тот вуз, который они для себя выбрали. Очень надеюсь, что вы, когда получите профессию, останетесь жить и работать здесь, в Рязанской области. Сейчас у нас создается много интересных высокотехнологичных рабочих мест, появляются новые возможности благодаря решениям президента, поддержке правительства Российской Федерации. И мы вот ждем вас, молодых, талантливых, амбициозных, инициативных. Ждем и готовим интересные задачи. Область надо развивать, и здесь много интересных направлений для работы. А чуть ранее на заседании правительства Павел Малков призвал жителей города принять участие в предварительном электронном голосовании партии «Единая Россия» по определению кандидатов на выборы в Рязанскую городскую думу. Кроме того, речь шла о благоустройстве и готовности коммунальных служб. В завершении учебного года Рязань встречает полностью готовый к выпускным экзаменам. Об этом на правительство заявила министр образования региона Ольга Щетинкина. Итоговую аттестацию пройдут более 10 тысяч девятиклассников и около 4 тысяч учеников 11 классов. Все ведомства доложили о готовности к проведению основного периода государственной итоговой аттестации, который в этом году пройдет в 9 классах с 24 мая по 1 июля, в 11 классах с 26 мая по 1 июля. Рязанская область на сегодня готова к проведению государственной итоговой аттестации. А почти полной готовности заявляют сегодня и те, кто отвечает за реконструкцию торгового городка. Основной этап благоустройства здесь обещают завершить к 1 июня. Но есть нюанс. Благоустройство подъездных аллей, по которым строительная техника подходит павильон, мы закончим, когда все павильоны будут окончательно восстановлены. Соответственно, торговля для частных собственников, которые имеют там павильоны, она не прекращалась и продолжается по сей день. 1 числа будет открыто первое мероприятие. Это лето в торговом городке. Это организовывает центр развития креативных индустрий. Все мероприятия запланированы на все лето. А вот реконструкция центрального спортивного комплекса пока даже не в перспективе. На 15-й год сумма, необходимая для ремонта, была что-то около 400 миллионов. На сегодня, понятно, будет больше. Впрочем, как такового проекта еще нет. Но, как заявил губернатор, одним только стадионом ограничивать его не стоит. Хочу сказать, что любой, даже самый сложный путь начинается с первого шага. В этом случае это проект, его нужно актуализировать. Причем мне нужен еще и проект, который вписан в общую концепцию, в общий проект развития всей территории. Там, включая Рюминский пруд и площадь перед областным судом. И в целом, как часть пешеходного маршрута опять-таки. Пожаловались Павлу Малкову и на состояние городских автобусных остановок. Например, на улице Горького. Даже рядом с правительством павильон в ненадлежащем виде, заявил губернатор, что уж говорить об остальных. У мэра он нашел понимание. Конечно, остановку на Горького уберут в плановом порядке. Жителей надо, безусловно, информировать о том, когда остановка конкретно будет убрана. Здесь обязательно это надо до работы отладить в ближайшее время. В целом, в городе более 500 остановок. Остановки очищают, моют, стирают надписи, закрашивают надписи, очищают урны. Да, конечно, есть случаи вандализма, поэтому остановки ремонтируются. Когда ремонтируем дорогу капитально, стараемся устанавливать и новый остановочный павильон. Как, например, было на улицах Соборная, Новоселов. В этом году это улицы военных автомобилистов, другие улицы. Но остановочные павильоны не дешевы, где-то около 500 тысяч. Еще один вопрос. По графику движения 17 маршрута будет решен с появлением новых автобусов. Эта линия – одна из основных в городе для сокращения промежутка. Между рейсами на нее выведут еще 17 автобусов дополнительно. А еще власти уже заменили все проблемные светильники на Лыбецком бульваре. А возле поликлиники 11-й больницы уличные фонари заменят после проведения всех конкурсных процедур. Проект уже подготовлен. Каждый день сотрудники патрульно-постовой службы полиции выходят на дежурный маршрут. Задача, которая звучит просто – патрулирование территории и недопущение правонарушений на деле никогда таковой не являлось. Валерий Седов провел немного времени с автопатрулем ППС. Лежит на снегу. Соответственно, с какой-то степени можно это назвать спасением жизни. Просто элементарно поднять его, посадить в патруль, согреть. Для дальнейшей передачи в скорую. Такие вот случаи бывают. Бывают они, правда, зимой. Николай Косырьков рассказывает, что за сезон таких инцидентов всегда с десяток. Летом картина другая. Вместо лежачих пьяных – шумные. На маршруте патрулирования обычно с ними проводят разъяснительную беседу. А к тем, кто разговаривать не хочет, подход другой. К слову, про этот самый подход. Сотрудники ППС рассказали, что далеко не всегда невнятной речи и потери равновесия равны опьянению. Вам хорошо? Все нормально? Диняшка только салат. Да? А салат. Ну, давайте аккуратно. Да, я пилирочка салат, да? Ну, давайте, счастливо. Это только один из десятка случаев на маршруте патрулирования. Сегодня наша съемочная группа вместе с сотрудниками ППС. Есть два вида патрулирования – пешие и авто. Нам повезло покататься на современном Патриоте. Территория, правда, внушительная. Весь московский район. Заодно такое дежурство – регулярный объезд маршрута плюс вызова от дежурного. Сотрудники говорят, еще такого не было, чтобы обошлось без заявлений. Жалуются и на шумных соседей, и на пьяных сожителей. Много разных семейных конфликтов, на которых мы принимаем свое участие. Зачастую это, ну, банальная пьянка между двумя гражданами. Будь то семейные пары, будь то между мужчинами, так скажем. Да, бывает, и угрожают и ножами, и разными предметами, которые можно использовать в качестве оружия. Соответственно, приезжаем, пресекаем все это. Этот патруль, кстати, совсем недавно прославился на всю Рязань. Пару дней назад на московском шоссе полицейские заметили неуверенно движущееся авто. Поравнялись, увидели, что водитель вот-вот потеряет сознание. Машину догнали и остановили. Водитель был в придомом мрачном состоянии и сказать ничего не мог. Благо, на его телефон позвонила жена. Она и рассказала полицейским, что у мужа сахарный диабет. Вложили в дежурную часть, соответственно, сразу вызвали скорую незамедлительно. Вот. И, слава богу, нашелся сок. Это единственное сладкое, что у нас было. Мы дали ему этот сок. Спустя некоторое время он стал уже приходить в себя и стал с нами разговаривать. Вот. После чего, ну, приехала скорая помощь. Сделала ему укол глюкозы, чтобы повысить сахар в крови. В один день на дежурстве может быть и спасение водителя в таком состоянии. И угроза убийства. В общем, смена получается насыщенной. Николай Косырьков рассказал, что в полицию пошел, чтобы помогать людям. Со временем это желание в нем только окрепло. Говорит, часто им достаточно даже простого человеческого спасибо. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыбы камчатская. Вкусные и свежие дары океана к вашему столу. Возле центрального входа в торговый центр «Премьер». До 27 мая включительно. Не упустите возможность приобрести действительно качественную продукцию. Центральный федеральный округ стал первым макрорегионом, где прошли общественные консультации с Банком России по обзору денежно-кредитной политики. В обсуждении приняли участие и рязанские эксперты. В Банке России проанализировали денежно-кредитную политику таргетированной инфляции с 2015 года. Задача – понять, соответствует ли эта политика основной цели – поддержанию ценовой стабильности. И мнение общественности будут учитывать, когда будут готовить основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года. Уже опубликован доклад, который обсудят на семи общественных консультациях в регионах России. Первая встреча уже прошла. Цель встречи – выслушать мнения представителей бизнеса, общественных организаций, органов власти и экспертов по выводам, полученным в ходе обзора ДКП. Это позволит получить более полную картину отношения общества к инфляции и денежно-кредитной политике. А результаты обсуждения будут учтены при принятии решений по денежно-кредитной политике в дальнейшем. В первой части обсуждения приняли участие сотрудники банка и представители органов исполнительной власти – бизнеса, деловых объединений, научной общественности. Во второй обменялись мнениями, как инфляция отразилась на бизнесе в прошлом году. Предприниматели также могли высказаться, какой, по их мнению, должен быть уровень инфляции для комфортного ведения бизнеса. Как всегда, для бизнеса, это и остается сейчас, нужны длинные кредиты по нормальным ставкам, по маленьким, и понятные правила игры. Цель по инфляции в 3-4% является достаточно комфортной для бизнеса. И, конечно, нужно доводить эту информацию и до бизнеса, и до населения, понятным языком. Потому что это стабильность, это понятность, это возможность строить свои планы. Один из разделов доклада как раз посвящен формированию уровня цели по инфляции и перспективам ее изменения. Председатель Банка России Алексей Заботкин отметил, что задача это компромисс между желанием уменьшить колебания инфляции и необходимостью иметь достаточное пространство для снижения ставки при проведении мягкой денежно-кредитной политики. Примером, те самые события прошлого года привели не только к скачку цен, но и к знаменитому подъему инфляционных ожиданий. Поэтому пока что регулятор пытается их, что называется, заякорить, а лишь затем переходить к более низкой цели. По прогнозам, проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит инфляцию в этом году диапазоном от 4,5 до 6,5%, а в 2024 – 4%. В экспозиции «Мгновение вечности», которая открылась в художественном музее, рязанцы могут познакомиться с уникальными произведениями, поступившими в собрание музея в 1913 году, то есть ставшие основой коллекции и давшие жизнь нынешнему музею. А также экспонатами, которые поступали в коллекцию в последующие, послереволюционные годы. Более 50 работ, и это не просто экспонаты. Это своеобразные вехи развития музея, 110-летие образования которого отмечают как раз в этом году. В залах представлены работы, позволяющие рассказать об этапах становления коллекции. Начало ей положили Сергей Пырсин, Александр Киселев-Камский, Александр Орлов. Они дарили музею полотна из своего собрания, приобретали их на выставках и у коллекционеров. Делали подарки и сами авторы полотен. На выставке представлены работы Марка Юхневича, Василия Афанасьева, которые они передали будущей Рязанской Третьяковке. Это именно ранние вещи, которые были либо подарены художниками, либо приобретались у частных лиц, либо многие лучшие произведения поступили через Государственный музейный фонд. Трижды сотрудники музея обращались в Москву, где после революции сложился специальный музейный фонд, который перераспределял шедевры из различных частных коллекций по провинциальным музеям. И нашему городу очень повезло, что музей уже был. Были сотрудники, были профессионалы своего дела, которые просили в Москве действительно шедевры живописи русских художников. Таким образом, в нашей экспозиции можно встретить практически все лучшие имена отечественной культуры. После революции в музей поступили работы Игоря Грабаря, Николая Рейриха, Сергея Судейкина, художников, определявших в целом вектор развития искусства в период Серебряного века. Из усадеб музей принял работы известных художников, которые с тех пор стали доступны широкому зрителю. Одна из них – портрет княжны Натальи Гагариной, кисти Константина Маковского. Из усадеб вывозили и предметы быта. Часть из них оказалась в собрании Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В его составе художественный музей работал с 1923 по 1938 годы. Отдельные предметы можно увидеть на выставке. Поступление из рязанских усадеб, из частных коллекций. Прежде всего, это национализированные помещичьи собрания, когда имения были брошены, разорены, когда произведения искусства, которые хранились в дворянских коллекциях, могли быть безнадежно утрачены. И многие были действительно утрачены, но что-то удалось сохранить, сохранить именно в фондах музеев. И вот таким образом мы владеем сейчас превосходной коллекцией произведений декоративно-прикладного, западноевропейского искусства. Большую часть представленных здесь работ не увидеть в постоянной экспозиции. Это уникальный шанс познакомиться с фондами, с истоками истории длиной в сотню лет. На этом все новости дня. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин